Часто при создании движущихся механизмов с пружинами требуется создать пружину, которая будет менять свою форму в зависимости от расположения ограничивающих ее деталей, то есть пружина, которая будет сжиматься и растягиваться. В данном уроке мы рассмотрим пример создания такой пружины. Создадим сборку. Так ее и назовем. Адаптивная пружина. Сохраним сборку. Создадим в сборке компонент, который будет ограничивать нашу пружину. Так его и назовем ограничитель. В эскизе создадим окружность с центром в начале координат диаметром 100 мм. Принимаем эскиз и выбираем элемент выдавливания. 10 мм нас устраивает, нажимаем Enter. Копируем деталь. И вставляем копию в сборку. Наложим зависимости между ограничителем. Первой будет зависимость совмещения, к примеру 200 мм. Вторая зависимость – соусность, чтобы наши ограничители находились на одной оси. Теперь приступаем к созданию адаптивной пружины. Создадим компонент сборки, назовем его пружина. Плоскости скиза пружины выбираем в плоскости симметрии первого ограничителя. С помощью функции проецирования геометрии проецируем внутренние плоскости ограничителя. Между ними будет находиться пружина и проецируем ось вращения первого ограничителя. Она же будет осью вращения пружины. Зададим ей свойство осевой линии. Создаем окружность с диаметром 10 мм. Накладывая на нее зависимость касательности к первой плоскости, ставим размер 80 мм, который будет являться диаметром пружины. Далее главное, ставим размер между ограничивающими плоскостями. Этот размер проставляется как справочный и будет определять длину пружины. Принимаем эскиз. Выбираем элемент пружина. Окружность как замкнутый контур уже выбрана в качестве эскиза. Выбираем ось. На вкладке размеры выбираем способ задания. Число витков и длина. В качестве длины выбираем размер, который мы поставили между ограничителями. Минус диаметр пружины, чтобы пружина не пересекалась с ограничителем. Укажем число витков 10. Также можно указать граничные условия. Я выберу в начале и в конце пружина плоская, переходная и плоская часть 90 градусов. Нажимаем ОК и видим созданную пружину. Она действительно не пересекает ограничитель. Возвращаемся в сборку. В сборке пружина отображается со значком адаптивности возле названия, так как для ее создания была использована геометрия других деталей. Теперь, чтобы увидеть, что наша пружина будет действительно растягиваться и сжиматься, зададим для зависимости совмещения между ограничителем вариацию зависимостей. Начало оставим 200, окончание зададим 250. Не забываем поставить галочку с учетом адаптивности. Нажимаем запуск вариаций и видим, что при изменении расстояния между ограничителями пружина растягивается вслед за ними. Количество витков пружины при этом остается неизменным. Таким образом получили пружину, которая сжимается и растягивается. Сохраним сборку.